Молимся о покоении душ усопших рабов Божьих, всех гонинут без гостного гонения, за веру православную пострадавших и убиенных. Я ежи, простите сей, всякому прегрешению, больному же и невольному. Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти. Из завещания Павла Флоренского своим детям. У памятного знака пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий сегодня провели памятный молебен. Отец Павел, русский православный священник, богослов, ученый, был расстрелян в декабре 1937-го. В те страшные дни, их еще называют началом большого террора, мученическую смерть приняли многие священнослужители Родонежской земли. Здесь жил известный на всю Россию книготорговец и издатель книжной духовной литературы, Елов. Здесь жили дочери отца Иоанна Крымштадтского. Здесь жил старец Алексей из Осимовой пустыни. Здесь жил граф Алсуфьев, который много трудов положил на сохранение лавры. Здесь жил художник-экранописец Комаровский, который тоже был расстрелян. Здесь жил отец Павел Флоренский, который много сил положил и для сохранения лавры, и для сохранения города. Описал многие окрестности. И все это наши учителя в земной жизни, и они нам помогают достигнуть жизни небесной. В то время, когда власть изменилась, они, не борясь против власти путем насильственным, незаконным, они сохраняли свое мировоззрение, на которое никто не имеет права постигать. И это мировоззрение, веру свою, они исповедали пред гонителями. И вот пока вера в народе сохраняется, народ сохраняется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова